Важная особенность ядра Какие же силы обеспечивают связь нуклонов? Гравитационные силы слишком слабы, чтобы удержать нуклоны в ядре Между протонами действует кулоновская сила отталкивания Эти электростатические силы значительно больше гравитационных сил притяжения Но и они не могут разрушить ядро Нейтроны электрически нейтральны Атомное ядро столь устойчиво благодаря особым силам притяжения между нуклонами Это ядерные силы Самые мощные из всех известных в природе В отличие от гравитационных и электростатических сил Ядерные силы проявляются лишь на расстояниях, не превышающих размеры ядра Чтобы расщепить атомное ядро на составляющие его элементы, нуклоны Необходимо преодолеть силы притяжения Для этого надо затратить энергию связи ядра Известно, что масса покоя ядра любого атома Всегда меньше суммы масс покоя отдельных нуклонов на величину дельта М Это явление и есть дефект масс Масса и энергия взаимосвязаны Это позволяет определить энергию связи ядра любого атома по известному дефекту масс Представление о величине ядерных сил Дает значение энергии связи ядра в расчете на один нуклон Чем больше атомный номер элемента, тем больше эта величина Значит и сильнее связь нуклона Максимальные удельные энергии связи обладают элементы с массовыми числами от 50 до 60 Ядра элементов этой группы наиболее устойчивы Энергия связи ядра складывается из энергии притяжения нуклонов короткодействующими ядерными силами И энергии электростатического отталкивания протонов Каждый нуклон взаимодействует лишь с соседними нуклонами Нуклоны на поверхности ядра взаимодействуют с меньшим числом соседей, а внутри с большим Чем меньше число нуклонов в ядре, тем меньше и число связи Этим и объясняется уменьшение удельной энергии связи для легких элементов С увеличением числа нуклонов растет объем ядра Увеличивается число протонов Растут силы электростатического отталкивания Поэтому у тяжелых элементов удельная энергия связи уменьшается Ядра становятся менее стабильными Такое проявление ядерных сил делает энергетически возможным два процесса Деление тяжелых ядер и слияние легких ядер в одно ядро Оба процесса должны сопровождаться выделением ядерной энергии Энергетическим выходом ядерной реакции Называют разность энергии покоя ядер и частиц до реакции и после нее Искусственно получить ядерную реакцию Возможно при нарушении энергетического баланса ядра С помощью, например, ускоренных частиц Альфа-частицы малоэффективны Препятствуют силы отталкивания положительно заряженных ядер И для протонов существует тот же барьер Наиболее активные возбудители ядра — нейтроны Они электрически нейтральны и легко проникают внутрь ядра Бомбардировка ядра урана нейтронами увеличивает его внутреннюю энергию Ядро возбуждается, вытягивается и делится на две части Которые разлетаются под действием кулоновских сил Так после деления урана образующиеся, например, ядра криптона и бария Перегружены нейтронами и поэтому радиоактивны Существующие изотопы криптона и бария имеют, соответственно, 50 и 82 нейтрона Это на 11 нейтронов меньше, чем в ядре урана При делении урана часть нейтронов превращается в протоны и бета-частицы, электроны Часть выбрасывается и дает начало новым реакциям И число делящихся ядер лавинообразно возрастает Возникает цепная ядерная реакция, которая сопровождается выделением огромного количества энергии Течение цепной реакции характеризуется коэффициентом размножения нейтронов Он определяется отношением числа нейтронов, вызывающих деление в данном и предыдущем поколениях Коэффициент размножения нейтронов уменьшается, если они не вызывают деление ядер или вылетают за пределы вещества При коэффициенте размножения равном единице цепная реакция течет стационарно При коэффициенте размножения меньше единицы цепная реакция прекращается Больше единицы происходит взрыв На этом принципе создана атомная бомба Заряд атомной бомбы состоит из двух частей, каждая из которых имеет докритическую массу урана Для взрыва бомбы необходимо быстро и плотно соединить обе части заряда в один блок Это делает обычное взрывное устройство Общая масса ядерного заряда становится больше критической и развивается цепная реакция Ядро урана-238 делится лишь под действием нейтронов с большой энергией Захватив нейтрон, ядро превращается в изотоп урана-239 с периодом полураспада 23 минуты В процессе распада ядро испускает электрон и превращается в первый трансурановый элемент Нептуни Нептуни бета-активен и после его распада образуется плутоний-239 Ядра урана-235 и плутония-239 способны делиться под воздействием медленных нейтронов, обладающих незначительной энергией Это одна из схем получения ядерного горючего Для получения ядерной энергии создаются реакторы, в которых осуществляется управляемая ядерная реакция Основной частью реактора является активная зона, где происходит цепная реакция и выделяется внутриядерная энергия В технологические каналы графитовой кладки замедлителя помещаются тепловыделяющие элементы, урановые стержни В роли теплоносителя чаще всего используется вода, которая снимает тепло с тепловыделяющих элементов Активная зона окружена отражателями нейтронов и защитной оболочкой, которая задерживает ионизирующее излучение В активной зоне находятся и регулирующие кадмиевые стержни, которые поглощают нейтроны и позволяют управлять цепной реакцией В настоящее время построены реакторы на естественном уране-238, обогащенном 15% ураном-235 Такие реакторы работают на быстрых нейтронах без замедлителей В процессе работы производится плутоний-239, который может быть использован как новое ядерное горючее Поэтому их и называют реакторами-размножителями Все более широко применяются водоводяные реакторы В таких реакторах обычная чистая вода служит одновременно и замедлителем нейтронов, и теплоносителем Отсутствие графитовой кладки делает их более компактными Процесс распада ядер оказался энергетически менее выгодным, чем процесс синтеза легких ядер Однако слиянию легких ядер препятствуют кулоновские силы отталкивания Для преодоления этих сил и сближения ядра должны обладать большой кинетической энергией Это достигается при очень высокой температуре в десятки миллионов градусов Пока что осуществлена лишь неуправляемая реакция синтеза легких ядер в водородной или термоядерной бомбе Водородная бомба, кроме основного термоядерного заряда из дейтерия и трития, содержит элементы атомной бомбы Докритические массы урана и плутония при взрыве и создают температуру в несколько десятков миллионов градусов Необходимую для развития термоядерной реакции В нашей стране и во всем мире ведутся широкие исследования по управляемому термоядерному синтезу Идут работы на плазменных реакторах типа ТОКАМА Плазма В этом состоянии находится подавляющая часть Вселенной Галактические туманности и межзвездная среда Звезды, Солнце, ионосфера Земли Плазма — это состояние вещества, в котором концентрации положительных и отрицательных зарядов равны Для синтеза ядер необходимо нагреть плазму из смесей дейтерия и трития Это можно сделать, пропустив электрический ток через плазму Но при высоких температурах расплавятся электроды и трубка Удержать горячую плазму От контакта с аппаратурой удалось с помощью магнитного поля А трубке придана форма тороидальной камеры Плазменный шнур является вторичной обмоткой мощного трансформатора С помощью которого и разогревают плазму Магнитным полем горячая плазма удерживается в среднем сечении камеры Применение тороидальной камеры с магнитными катушками и лежит в основе установок типа токомак Другое направление в решении проблемы термоядерного синтеза — облучение ядерного горючего мощными лазерами Мишень содержит смесь дейтерия и трития При облучении очень короткими импульсами лазерного излучения Нагревается и испаряется вещество оболочки мишени А внутренняя, согласно закону сохранения импульса, движется к центру Происходит сжатие до миллиона атмосфер и нагревание центральной части мишени Где и возникает термоядерный микровзрыв Такие микровзрывы можно проводить сериями во взрывной камере реактора Энергия микровзрывов отводится теплоносителем, который циркулирует в корпусе реактора В 1954 году в нашей стране впервые в мире была построена атомная электростанция Которая дала начало атомной энергетике Вышли на морские просторы атомные ледоколы Здесь, внутри корабля, тоже атомная электростанция Реактор с управляющими стержнями Замедлителем Отражателями нейтронов в защитной оболочке Теплоноситель отдает энергию парогенератору Мир никогда не забудет утро 6 августа 1945 года Американские атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки Эти акты массового уничтожения людей в конце Второй мировой войны Не были вызваны военной необходимостью Капитуляция Японии уже была предрешена Советский Союз и все честные люди мира Решительно выступают за запрещение производства и применения ядерного оружия Которого уже достаточно для уничтожения всего живого на планете Земля Еще гремят подземные ядерные взрывы на полигонах в штате Невада Но человеческий разум и воля людей Остановят это безрассудство и сохранят жизнь на Земле Ядерная энергия должна служить миру По мнению специалистов Управляемый термоядерный синтез станет возможным в этом столетии Будет решена одна из острейших глобальных проблем Энергетическая Энергетическая Энергетическая